Подыходите до своего завершения региональный отбор на удел у экологичным интернет-турниры «Эколах онлайн-2016», инициатором якого традиционно выступает Гомельский областный эколога-биологичный центр «Детей и молодцы». Под обязанностью материал Катярыны Жданович. Это уже пятый экологичный онлайн-турнир, когда он появился в рамках супрациониста Гомельского эколога-биологичного центра и станции юных натуралистов Украинского Чарнигова. И когда у першиню им приняли удел 8 команд, то в прошлом году заявки подали 120 команд школьников с двух соседних регионов. Не губляя актуальности конкурс и зараз, для многих юных эколога у турнир – зручный способ поспаборничать у ведах дистанционно при допомозе интернету. Уже более 100 заявок принято от команд, только от Гомельской области, которые желают принять участие в турнире. Турнир, по сути, является интеллектуальной игрой, когда в сети интернет на информационном ресурсе турнира, это и сайт нашего эко-центра, и страничка ВКонтакте, появляются вопросы, они рассылаются всем командам, которые принимают в нем участие, и команды имеют 20 минут на то, чтобы ответить на свой пакет вопросов. Команды, которые наиболее правильно отвечают на большую часть вопросов, становятся победителями игры и, соответственно, проходят следующий раунд. У лютым вызначаться переможцы регионального отбора, а уже у соковику лепшие команды поудельничают у финальном этапе гульни. В онлайн-режиме финалисты будут разважать на зададенную экологичную тему и задавать пытания сопернику. Главная цель, наверное, да, это все-таки создание атмосферы дружбы между школьниками из Беларуси и из Украины. Два разные государства, отношения поддерживать хотелось, но ездить друг к другу, ну, достаточно иногда было сложно собрать детей и выехать на территорию другого государства. Поэтому была придумана такая форма.